БРИКС расширяется. Что это значит для России? Тайфун смывает все на своем пути. Что взять с собой в поход? Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Карина Саяхова. Вечерняя Казань объявляет о старте конкурса среди пишущих авторов по Волжье. Заявиться на конкурс может как профессиональный журналист, так и блогер. Главное – уметь находить интересное, докапываться до истины и любить создавать текст о происходящих событиях. Спешим сообщить о специальной номинации от телеканала Универ ТВ – телевизионный сценарий. Победители получат право реализовать проект для трансляции на телеканале Универ ТВ. Конкурс проводится при поддержке мэрии Казани, Казанского федерального университета и телеканала Универ ТВ. Подробнее с положением можно ознакомиться на официальном сайте газеты. Валовый внутренний продукт стран БРИКС после вступления новых участников составит 37% от мирового. Какие страны вступили в объединение и что будет дальше с БРИКС, расскажет наш корреспондент Аделина Абдрахманова. Стратегический курс объединения, устремленный в будущее, отвечает чаяниям основной части международного сообщества, так называемого мирового большинства. Действуя слаженно на принципах равноправия, партнерской поддержки и учета интересов друг друга, мы занимаемся решением самых насущных вопросов глобальной и региональной поездки. В 2024 году после вступления шести новых членов в БРИКС на долю объединения будет приходиться более 37% мирового ВВП, рассчитанного по приоритету покупательной способности. Это бросает вызов доминированию США и их ближайших союзников из Большой Семерки. О решении принять в состав БРИКС, куда сейчас входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, сразу шесть новых стран стало известно в ходе 15-го саммита в Йоханнесбурге, который состоялся с 22 по 24 августа. Всего присоединиться к экономическому блоку выразили желание уже 23 государства, включая шесть получивших приглашения. Вообще нужно сказать, что на данный период времени БРИКС – это самая динамично развивающаяся международная организация. А уже на данный период времени мы можем сказать, что 26% мировой экономики сконцентрированы в странах БРИКС. И, естественно, когда в рамках вот этой мощной экономической структуры есть возможность соучаствовать, возникает большое желание и у других стран принять в ней участие. На данный период времени мы видим, безусловно, прорывной исторический момент, когда целая группа стран вошла в состав БРИКС. И сегодня БРИКС по своему влиянию уже затмевает и Большую Семерку, и, скорее всего, даже Большую Двадцатку. Поэтому это огромное историческое изменение. Расширение союза БРИКС за счет присоединения шести новых стран позволит создать общие рынки и устранить препятствия для взаимной торговли. С 2024 года к странам БРИКС планируют присоединиться такие страны, как Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Как отмечают специалисты, для России это только плюс. Мы с вами прекрасно понимаем, что ситуация момента такова, что Россия сегодня находится под очень серьезными экономическими санкциями. Практически все западные страны, можно посмотреть список стран, недружественных к России, посмотреть большинство стран Запада, они практически вывели из России капиталы, закрыли свои производства, закрыли свои представительства, магазины и так далее, и так далее. И, естественно, это пространство не может быть пустым. Когда Россия вступает в диалог с такими странами, как Индия, как Китай, естественно, в первую очередь возникает возможность наполнения товарного рынка, наполнения экономических каких-то задач, стоящих перед Россией, за счет сотрудничества с этими странами. По словам экспертов, рисков для Российской Федерации нет. За период существования БРИКС не было негативных последствий для страны. Однако везде есть свои подводные камни. Например, сейчас БРИКС активно продвигает идею изменения деятельности Совета Безопасности ООН. Это планируют сделать за счет включения новых членов из стран, которые входят в состав объединения. Однако не являются постоянными участниками Совета Безопасности. Сегодня стоит ряд новых задач, которые до конца, может быть, не понятны, контуры которых решения. Например, такая задача, как в рамках БРИКС изучается вопрос о полной дедолларизации, то есть полный отказ от доллара и переход на иные формы расчетов, на национальные валюты или создание, может быть, даже какой-то интернациональной валюты в рамках БРИКС. Это новый процесс, который еще до конца не ясен, как он будет развиваться. Поэтому мы, наверное, не сможем сказать, что он негативный, он просто еще не пройден. Отметим, что возможно создание национальной валюты на базе дружественных стран. Помимо этого может быть использована национальная валюта России, рубль и юань, национальная валюта Китая. Это денежное объединение может составить конкуренцию доллару. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. Тайфун, что в переводе с китайского, сильный ветер, разновидность тропического циклона, который типичен для северо-западной части Тихого океана. Он поистине является одним из самых серьезных стихийных противников на пути к мирной жизни. О самом сильном муссуном воздействии далее. В начале следующей недели над Желтым морем сформируется южный циклон. И его центр может оказаться над Приморьем, пройдя с юга на север. Поэтому в период с 29 по 30 августа погода в крае снова резко ухудшится. Будут наблюдаться интенсивные ливни, подъемы уровней рек до критических отметок с выходами из берегов. Об опасности тайфуна и о том, стоит ли горожан обеспокоиться о его приходе в нашу климатическую полосу, поделился эксперт Казанского федерального университета. Главная причина в общем. Большая активность тайфунов, они надергаются друг за другом. Причем вот именно согласно оценкам прогнозистов и специалистов, что где-то через год эта фаза активного муссуного воздействия на Дальний Восток, она должна закончиться. А вот сейчас как раз такого рода пик возникает активности. По словам Юрия Перведенцева, главная причина тайфунов – это муссонные ветра, которые приходят с Тихого океана. Именно такие сильные ветра как раз-таки и несут за собой разрушения и прочие негативные последствия для жителей. Гибнет урожай во многом, структура, дороги размывают, дома, крыши срывают. По-моему, даже такое есть. При тайфунах возникают большие ветры и так далее. То есть это опасное явление. И с этим ничего не сделать, ничего не сделать невозможно, потому что это природное явление, активная фаза муссонной активности. И вот этим и обеспечивается вся эта неприятность. Эксперты подчеркивают, что паниковать о возможном прибытии тайфунов не стоит, так как это вполне обыденное природное явление. В настоящее время специалисты продолжают следить за их движением и держать в курсе событий. Амир Ахтямов, Универньюс. Лето подходит к своему логичному завершению, но это совсем не значит, что стоит откладывать в долгий ящик то, чем занимались три жарких месяца. Поход дело тонкое, но очень интересное и самое главное всесезонное. При этом нет особой разницы, отправляетесь ли вы недалеко от города в лес на двое суток или уезжаете далеко в горы к реке или в степь на две недели. Даже у опытных туристов, которые начинают сборы с составления четкого плана, случаются промашки, что уж говорить о новичках. Поэтому стоит придерживаться некоторых инструкций. О том, как разложить палатку и куда отправиться в приключения, смотрите в сюжете. Каждому нужен перерыв в ежедневной рутине. Окунуться в отдых на свежем воздухе очень интересно и совсем не сложно, как может показаться на первый взгляд. Главное четко определиться с местом дислокации и набором инвентаря. Различные виды пеших походов становятся все более востребованными. Однако немногие начинающие туристы ответственно подходят к сбору необходимых вещей для путешествия. Даже если маршрут продуман до мелочей, а о нем мы поговорим чуть позже, рюкзак туриста все равно должен быть собран по всем правилам. Современный походный рюкзак, он чем отличается от обычного городского? Во-первых, это объем. Сразу видно, что такой рюкзак будет значительно больше, чем тот, с которым вы ходите, например, в университет или на работу, или в школу, или куда-нибудь еще. То есть, как правило, мы используем рюкзаки там 80, 90, 100 литров и даже больше. У них есть вот такая вот удобная спинка с лямками. И самое главное, вот такие вот поясной ремень, который как бы будет разгружать вашу спину. Вещь, без которой мы не можем представить никакой поход, это, наверное, пожалуй, палатка. Вот так вот она выглядит. Такая довольно крупная, увесистая. И следующие вещи уже, наверное, не столь очевидны. То есть, это, во-первых, то, в чем мы будем спать в походе, это спальный мешок. То есть, вот он у меня такой довольно объемный, он очень теплый. С таким можно спать прям в минусовых температурах. Естественно, до такой погоды, как сейчас, подойдет спальный мешок там, ну, раза в три меньше, чем этот. Еще очень важный элемент снаряжения – это пенка. Пенка такая вот простенькая, похожая на гимнастическую. Но важно отличать их, потому что туристические пенки, они немножечко жестче, немножечко толще. Соответственно, лучше удержат ваше тепло. Они для чего нужны? Ну, во-первых, мы на них спим. Во-вторых, мы можем их там как-то постелить, посидеть на них, еще что-то такое сделать. Заканчивая там просто вот так вот махать костер. Когда основные элементы вашего снаряжения определены, необходимо перейти к сбору бытовых вещей, без которых поход также невозможен. К-Л-М-Н – аббревиатура четырех важнейших слов для каждого туриста. Это кружка, ложка, миска и нож. Без них прием пищи на природе будет довольно затруднителен. Дополнительные приборы, конечно, по желанию человека. Дальше смотрите, то есть, в зависимости от ваших условий. Кто-то, например, готовит не на кострах, а на горелках берет горелки. Если вы готовите на костре, то берете котел для готовки, берете там топор, пилу, в зависимости от того, куда вы идете. Вот это уже отдельная тема. Ну и какую-то одежду. То есть, как сейчас погода, вполне достаточно вот такой, то есть, брюки, которые обязательно должны полностью ноги закрывать, потому что все-таки клещи, комары. На тело какую-то футболку легкую и, соответственно, что-то сверху. То есть, какая-нибудь курточка, дождевик обязательно берем с собой. То есть, ну, какую-то такую простенькую одежду. И очень важно обращать внимание на обувь. То есть, в походах таких серьезных мы используем так называемые трекинговые ботинки. Конечно, в походах попроще. Можно ходить и в кроссовочках, и еще в чем-то таком. Но если вы идете куда-то в горы, то очень важно уже обращать на это внимание. Для качественного похода важны две вещи. Это уверенность и палатка. Но если уверенности можно набраться прямо в процессе экспедиции, то с палаткой лучше разобраться заранее, еще до выхода из дома. Антон, давайте разберемся, как правильно нам расставить палатку. Да, давайте. Вот у меня в руках палатка, которая, ну, довольно современная, хорошая, легкая. Она значительно отличается от тех, которые вы могли видеть, например, в советских кино, мультфильмах. Там такие треугольные, тяжелые, которые тяжело ставить. Современная палатка весит, ну, не больше трех килограмм, 3-4 килограмма. Помещается в нее 3-4 человека спокойно. И как бы она довольно ветроустойчивая и влагоустойчивая. Как бы дождь, ветер, нам ничто не страшно нет. Любая палатка состоит из трех вещей. Тент. То, что защищает от дождя и ветра. Чаще всего он ярких цветов. Это предусмотрено для быстрого поиска палатки в случае чрезвычайной ситуации. Далее внутренняя часть палатки, та, в которой происходит основное действие, например, сон туриста. Ну и третья вещь, без которой не встанет на ноги ни одна палатка. Дуги. В первую очередь раскладываем дуги. То есть дуги – это основание нашей палатки. На ней держится вся палатка, непосредственно ткань. Да, по сути, да. То есть эти дуги, они, собственно, создают каркас для нашей палатки. У меня есть внутренняя часть палатки, в которой есть кармашки под эти дуги. Сейчас мы их поставим, и у нас уже палатка приобретает какую-нибудь форму. К примеру, палатка ставится минуты 3-4. Ошибиться здесь довольно сложно, потому что все палатки сейчас сделаны очень просто. Сейчас у нас появился каркас внутренний. То есть, как видите, внутренняя палатка. Вот здесь есть два входа, окошко для вентиляции, непромыкаемое дно. Но вот это все, как бы, если дождь пойдет, то оно сразу, естественно, зальет. Чтобы такого не произошло, растягивается тент. Он прослужит защитой от непредвиденных погодных условий. Чтобы палатка была устойчивее, необходимо приколотить ее колышками к земле. В прямом смысле этого слова. Для этой палатки нужно 6 штук. Ну, как правило, это от 4 до 6 штук на палатку. Колышки легко можно заменить обычными там веточками. Вот, очень важно колышки ставить не просто как-то там вот так втыкать или еще. То есть, мы втыкаем их вертикально, а потом под углом. Ну, разложить палатку-то мы разложили, но внутри как-то немного пустовато. Поэтому я предлагаю немножко ее обустроить. Дома в квартире или в тайге на природе. Везде должно быть удобно, комфортно и тепло. Интерьер палатки во многом зависит от спального мешка. Эта компактная вещь заменяет и простыню, и подушку, и одеяло. Это очень теплый спальник, то есть у него вот здесь вот есть его характеристики. То есть, минус 7 – это температура комфорта. То есть, при этой температуре в нем человек будет спать комфортно. Такой кокон с замочком, в него мы погружаемся, закрываемся и спим. Рюкзак собран, базовые навыки раскладывания палатки имеются. А это значит, что пора отправляться в путешествие. Для первых походов стоит выбирать не слишком удаленные популярные районы, о которых легко собрать всю необходимую информацию. В путешествии на своих двоих есть много нюансов, которые легко упустить по неопытности. Для новичка я бы посоветовал сходить в первую очередь в республику Мариел. Это соседняя наша республика, до нее ходят электрички, автобусы. Всегда можно сесть, поехать по популярным маршрутам погулять. То есть, это тот же Яльчик, например, который, наверное, все знают. Почему именно туда? Там хороший красивый лес, там всегда есть вода из озер, всегда есть реки, в которых тоже можно брать воду. Естественно, все-таки петить. Маршруты очень популярные, дорожки уже все есть, и поэтому там очень сложно потеряться. Если посмотреть на республику Татарстан, то есть уже по нашим краям, то очень популярно это Камское устье. Но там есть некоторые проблемы с водой, некоторые проблемы с тем, что там уже слишком много людей. Ну и, возможно, кому-то будет интересно щучьи горы, например. Но это тоже уже район такой немножечко поинтереснее. То есть, это вот как раз уже ниже Камского устья. Ну что ж, а я для себя приняла одно очень важное решение. Мне не нужны Мальдивы и Турции, когда есть наша любимая Россия. Карина Саяхова, Александр Фирсов, Универньюс. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова